Мониторинг посевов подсолнечника проводят несколько раз за год. На этом поле в Рамонском районе, говорит инспектор, визуально фомопсиса нет. За этот год специалисты управления выявили 15 случаев карантинного заболевания на территории области площадью тысячи ектаров. Один из последних случаев обнаружения этой болезни был в середине сентября при проведении микологических исследований в вегетативных частях растений из семейства сложноцветных. Потери от рака подсолнечника могут достигать половины урожая. Впервые эту болезнь обнаружили в Европе, в Югославии в 80-м году, в России спустя 10 лет, в Ставропольском крае. По мопсис подсолнечника опасное карантинное заболевание, вызываемое грибом диапортохилианти. Его вредоносность выражается в значительных потерях урожая семян, а также снижении выхода и качества масла. Уменьшается всхожий семян, масса семян и их выполненность. На стеблях растений появляются темно-коричневые, темно-бурые или черные пятна. Вот это темное, это пикнида. Она при перемещении на предметное стекло немножко нужно придавить, она лопается и из нее выходит споровая масса. Ну, пикнида это и есть. Это место, где хранятся споры. Если визуально не было выявлено плодовых тел, то далее происходит закладка частей стебля с похожими симптомами на данное заболевание во влажную камеру на увлажненную фильтровальную бумагу и параллельно на питательную среду. Это все ставится в термостат и инкубируется при необходимых температурах в течение 7-14 дней. И далее также микроскопируется. Болезнь нарушает питание стебля, разрушает его сердцевину. Это приводит к ломке стебля. Каждый год происходит выявление, так как данное заболевание перезимовывает в почве с растительными остатками. Споры с больного растения могут переноситься на десятки километров. Для борьбы с болезнью и сохранения плодородия почвы подсолнечник высеивают не чаще одного раза в 6 лет на одном месте. Инспекторы Ростельхознадзора промониторили в этом году 40 тысяч гектаров посевов подсолнечника. Управление Ростельхознадзора устанавливает фитосанитарную карантинную зону на данном участке, выписывается предостережение и также прилагается план на мероприятие, согласно ИСЛО. Сельхозпроизводитель обязан провести десекацию посевов, потом с дальнейшим с низким срезом его собрать, остатки дисковать и произвести глубокую пашню. Семена, зараженные фомопсисом, должны пройти техническую обработку. Вывозить из карантинной зоны их запрещено. Урожай подсолнечника в этом сезоне из-за непогодных условий собрать не успевают. Пока убрано только 40%. При сухой погоде аграрии работают даже ночью. Ожидалось, что в этом году будет собран рекордный урожай масличных культур. Но погода вмешалась. Высокая влажность губительна для подсолнечника. Планировалось, что в регионе будет собран 1 миллион 100 тысяч тонн подсолнечных семечек. Из-за непогоды теперь рассчитывают собрать только 800 тысяч тонн. Аграриям, чтобы снизить ущерб, обещают продлить кредиты. Также будут смещены сроки посевов.